Здравствуйте, здравствуйте! Идем среди золотой осени. Деревья такие все золотые, как красиво. Смотрите, как переливается все. Это прелесть. Вот видите, вырываюсь вырываюсь на природу. Душа радуется, душа поет. Душа отдыхает и заспокаивается. Ну вот не хочется говорить о дерьме среди такой красоты. Но я думаю, энергии этих деревьев помогут очистить души некоторых злобных дам. Я, как правило, когда сейчас прибегают такие, знаете, обезьянки, чичичи, я даже просто удаляю комментарии. Знаете, какие? это, как правило, там, где я рассказываю, как я делаю яблочный уксус. Ну и хочется подробно все рассказать. И туда прибегают и пишут. Много слов! Много говоришь! Много болтаешь! Я уже одному блогеру тоже совет давала, как с такими общаться. Слымаки искала, как борются со слымаками. с муравьями вроде уже так более-менее справились. Ну а второй год нас слымаки уже достают. И вот видео небольшое, минут на 9, наверное. Мужчина вот тоже такой дотошный, как я, подробно рассказывает. Делится своим опытом, как он боролся. ну и там наверное штук было 25 комментариев. Из них половина. Много болтаешь! Ближе к телу! Ой, это я уже ему написала. Он под каждым этим отвечает. А на сколько вы хотели бы минут? А как вы напишите? Как вы хотели бы что услышать? Я ему написала. Не обращайте внимания. Они как слымаки. И желательно удалять вот это одноклеточных этих комментариев. Потому что как только увидишь, что вот что-то такое есть, обязательно будут писать. Анжели ведь одна полоса в мозгах. Ой. Ну и сейчас хочу выписала специально под видео в самвале, когда я рассказывала, что не стоит есть. Тоже красную рыбу, капусту. Ну и на удивление. Я все удивляюсь, слушайте, все удивляюсь. Удивлению моему нет предела. Никак не могу привыкнуть к этим звериным сознаниям. пишет женщина. Зачем вам это надо? Пусть сидят как хотят. С ваших ус это звучит как зависть. Смотрите за собой. Они же у вас совета не спрашивают. По вам не скажут, что вы на правильном питании. Зачем постоянно упоминать о деньгах и об уме? Это неприлично. И вот вот это Елена у меня в голове Елена перемудрая. Так бедная перемудрила. В начале всю суть свою. Смотрите, как красиво ветер. Всю свою суть. Ой, как листья падают. Зачем вам это надо? Пусть сидят как хотят. То есть вот в этом предложении ну все сказано абсолютно. То есть у женщины столько ненависти и злобы. Она ненавидит эту Татьяну Васильевну. Буду уважительно к Самвелой матери. Так как она любит. И она хочет, чтобы не дай Боже какая-то помощь из вне не пришла. И не дай Боже этой Татьяне Васильевне вдруг не полегчало. Понимаете, ну вы же не видите никогда, наверное, не увидите никогда, наверное, эту женщину в реальной жизни. Ну те, которые там в Днепре живут или там мало ли что когда-нибудь может еще куда-то поедет. А так вот совершенно чужая женщина доживает свои дни, месяцы, будем говорить года. Ну если она живет в таких условиях, ну значит все равно она заработала, иначе бы не было. Никаких случайностей у Бога не бывает. Ну а чему вот ей завидовать? Ну я не понимаю вас люди чему вы там находит и завидовать? ведь у нее сейчас жизнь не райская абсолютно. Она живет в прекрасных условиях, да, но эти условия для нее как божье наказание. Ну как жить человеку, у которого можно сказать не ограничена возможность покупать все, что ты хочешь пожирать, потому что по-другому не скажешь, а пожирать ты не можешь. Понимаете, как она говорила, а зачем тогда жить, если нельзя есть то, что ты хочешь. Не завидуйте ей, там страдания, малейшие нарушения, сразу сахар, сразу сын орет. Ну это что? Ну включайте мозги. Ну что же вы такие? по поводу правильного питания. Не вам судить о моем правильном питании. Я как раз правильно питаюсь и по своей группе крови. Я знаю, что какие продукты мне вредят, вредят. И я стараюсь употреблять их очень очень редко. Ой, смотрите, как красиво. Но нарушаю, нарушаю, я нарушаю. Что поделаешь? Такие мы люди, такие слабые. И я не исключение. Ну слава Богу, как говорится, могу и прогуляться по лесу. Слава Богу, могу и поработать. и слава Богу, поделиться каким-то своим опытом. Ну а слушать, не слушать, это уже дело каждого человека. Я ведь никого не заставляю. Я делаю свою работу. Это моя работа. Да, дорогие, это моя работа. Что могу, то и делаю. Ну зачем постоянно упоминать о деньгах, об уме. Ну это, знаете, у Самуэла есть программа, что он сможет прославиться по программе нумерологии и что у него будут деньги. А вот такой, знаете, дуэт мамка и Самуэл удваивает его возможности и вот он как раз с помощью мамки там и хорошо зарабатывал. Ну сейчас конечно это в разы меньше. Ну и почему я говорю о деньгах? А потому что иногда вот таких надо как-то знаете ну тоже сажать на попу что ли показывать что видишь ты достиг ну что Шавка ты достиг таких возможностей добрый дай у тебя есть деньги тебе как говорится Бог дал возможность заработать пространство вселенная и вот как только стала такая возможность почему-то очень стал вдруг не уважать тех людей которые не имеют денег не получилось них заработать ну в нумерологии у них нет таких показателей у них другие программы ой нищеброды все его недостойные не умеют зарабатывать денег ну это вот такое что деньги не дают ни здоровья ни ума и за деньги ума не купишь потому что был бы ум то он бы такое не говорил был бы ум он бы не настраивал не оскорблял бы вот так людей ведь понимаете вот такие как это Елена Перемудрая они же там не все там же есть нормальные зрители там есть хорошие женщины заботливые которые где-то по-матерински кто по-женски где-то его жалеют за него радуются и вот так знаете с плеча рубить и всех оскорблять ну разве это умно здесь что ума нет если он считает нужным всем орать и кричать что все не умные будут так говорить он же не так кричит что все нищеброды он дает право людям так же самоговорить о нем и показывать где он неправ но понимаете вот я сегодня еще утром мы собирались и открываю комментарий хочу еще об этом комментарии поговорить ой Галина Гапонова вот я не понимаете не понимаю вот когда пишут вот под такими где ты хочешь помочь людям ведь я там говорила что это в первую очередь просто зрителям которые заходят которые случайно зайдут и это в первую очередь просто людям кто вдруг не знает даже не знает что не значит что все не знают что капуста очень вредна в таких количествах на щитовидку это ж люди знают но есть что и не знают ну понимаете ничего случайного не бывает как я говорю если я зацепилась за этот канал Самвела а зацепилась я именно из-за болезни матери то это не просто так значит для чего это надо может кто-то как раз и то видео как раз вот конкретно для какой-то конкретного человека мы так мы вам знаем и понимаем и вот Галина Гапонова под видео вот которое я недавно загрузила о яблочном уксусе там уже одна женщина оставила комментарий ей там переписку с ней вела просто у женщин делала яблочный уксус по рецепту других блогеров и как я понимаю ничего не получилось и вот она там попыталась грызться укусить меня за попу потому что за другое место меня не укусишь у меня можно только за попу укусить и вот тоже под этим же видео последовательница большими буквами вам три больших буквы вам необходимо принимать успокаивающее и штуки четыре или пять многоточий руки там штук восемь многоточий постоянно теребите и очень много разговоров видать тоже женщина сделала неудачный яблочный уксус и посмотрела что у меня грибматка сформировалась на первом же этапе и видать ей так обидно стало что она решила возможно я почитала комментарии потому что это же тот комментарий под этим видео решила тоже меня укусить за попу но с другой стороны ну вот такие сейчас два таких попокусательницы я почитала гапонова сразу вспомнила папа гапона помните когда-то в школе мы изучали поп гапон который поп же гапон да вел рабочих под пули полицейских и солдат вот и так вот это гапонова ну судя по фамилии понятно с какой страны и судя о заботе о моих нервах потому что ну видео извините ты же не сделаешь молча надо же все объяснить я старалась в этом видео в чем побольше дать информации ну думала уже сделаю идеальное видео понимаете люди спрашивают люди благодарны люди пишут спасибо уже люди делали предыдущий за предыдущий год смотрели видео и уже пишут что спасибо все получилось то есть я стараюсь с каждым человеком пообщаться и вот видите идеальное видео у меня опять не получилось потому что видео собиралось на протяжении почти трех не почти три недели и кадр где я перемешиваю показываю рассказываю где-то затерялся у меня в папках и я его не нашла когда уже загрузила увидела это так что дорогая моя Гапунова видео было бы еще больше и болтала бы я еще больше но видите хотим одно получаем другое и сто процентов зашла посмотрела где канал или по акценту услышала что нерусскоговорящий человек на видео знаете вот такая ирония да страна запускает ракеты а заботливые гапонихи дают советы лечите нервы дорогая Нина Николаевна вы ведь так заботитесь о здоровье всех хотите чтобы у всех получился удачно яблочный уксус сформировалась грибматка вы ведь желаете добра всем правда гапонова Галина а я вот как-то ракета прилечу и накакаю попытаюсь накакать душонку потому что тебе Галина очень обидно стало что ты слушала где-то наверное своих блогеров и советы были не те которые надо а те которые им надо просто видео чтобы просмотры были хорошие и когда пенку выдают за грибматку это конечно что-то да Галина спасибо за мою заботу обо мне и вы правы нервы начали шалить а я год назад закончила успокоительное петь и как-то год вот обходилась хотя и ракеты прилетали после этого еще ну как-то понимаете человек привыкает ко всему и даже жить вот в таких условиях ну рассчитано было на что меня задеть чтобы я сорвалась или что ну во-первых когда пишут я вот три точки ставлю две три это чтобы знаете не нажимать чтобы большую букву не писать ну быстрее потому что иногда сидишь надо ответить на несколько комментариев сейчас там часто пишут под яблочным уксусом хочется побыстрее потому что забот и работ много а это вот если бы она знала что когда пишут четыре семь восемь ставят точек то это говорит об истеричности об эмоциональной неустойчивости то есть женщина она так психанула что решила меня укусить за попу ой дорогие мои это он даже сегодня сказала дочери чтобы она мне купила капли зеленина да надо попить это точно знаете как бы ты не старался мозгами как бы ты не ограждал себя от всего того что происходит в стране внутри идут свои процессы и кажется ты контролируешь а контроль то не всегда срабатывает если срабатывает то не стопроцентно поэтому советую конечно всем иногда периодически помогать себе и вот я начну сегодня там каплю валерьянки нашла вот выходя выпила эту валерьянку ну вы знаете почувствовала себя лучше как-то спокойнее потому что знаете вот там ждем решения суда ну суд уже был но должны были до 18 на апелляцию подать другие какие-то знаете мелочевки то есть жизнь она такая штука я попью капли зелени и надеюсь оно мне поможет а вот такие галины и как-то такие елены премудрились им ведь ничего не поможет нет таких таблеток чтобы знаете очистила злобную гневную ненавистную душонку которая уже в такой темноте сидит эта душонка что и пробиться это не может и вот идем среди такой красоты под валерьяночкой рассуждаю и опять будет много много муж только не говори никакие гадости я тебя прошу посадешь своих сто головок чеснока будешь спокойная буду спокойная вы знаете я очень благодарна зрителям которые пишут под нашими видео и сейчас вот очень много слава богу пишут комментарии под яблочным уксусом люди благодарят я благодарна любому слову потому что люди понимают что я все честно истерне показываю что там никакого лукавства что я желаю всем чтобы получилось яблочный уксус и где-то решил какие-то проблемы со здоровьем и лишний раз не будут использовать обычный уксус столовый магазиновский а этот и знаете рада каждому слову и так приятно отвечать людям которые пишут просто спасибо за рецепт или сделала у меня все получилось или вот спрашивают я всегда сижу отвечаю если я не отвечаю это значит где-то там ютуб комментарий куда-то там куда-то не прислал куда-то спрятал иногда захожу под видео перепроверяю и оказывается 2-3 недели людям не отвечаю а это просто мне не приходит в почту вот там у нас есть такой колокольчик и туда приходят и вот приятно когда вот вчера кажется женщина она сразу ну видно вот такой аналитический ум она сразу выводы сделала объяснила почему она выбирает мой рецепт и вот люди вот благодаря ну вот видишь хорошие добрые люди умные люди умные ну как даже не знаю ну вот такое дерьмо со звериным сознанием оно никуда не девается и не денется семья не это просто разные совершенства душ понимаешь одни как я говорю у меня старая душа есть молодые души и они ну не в состоянии как-то себя контролировать не в состоянии даже не контролировать ну с них льется то что льется вот тоже вчера или позавчера комментарий пришел тоже такая же истеричка просто сижу читаю чувствую как она орет бедная и в истериках бьется тоже что я много болтаю как для дураков объясняю долго понимаете и она уже ускорила и не смогла досмотреть ну дорогая ну если ты истеричка ну если ты не в состоянии даже видео посмотреть то ну зачем тебе делать яблочный уксуш да ты потом будешь эти банки по всей квартире бросать об стены эти яблоки будут по всей квартире по всему дому где ты там живешь это не твое люди пересматривают через по нескольку раз чтоб что-то не пропустить чтоб что-то разобраться чтобы получилось вот писать два или три года женщина делала у нее агребатка не получалась сделала по моему рецепту все отлично сразу же на первом этапе ну поймаете я же не виновата что это не ваше ну сходите купите уксус ну что же вы истерите что же вы пытаетесь за какие-то свои неудачи непонятно за что мне отомстить ну я не понимаю такое сейчас тяжелое время мы живем в таких условиях да мы от самой непосредственно боевых действий живем ну можно сказать далеко на средине но ракеты то ракеты и дроны они летают и дорогие мои когда ты ложишься спать и ты не знаешь проснешься ты или нет какие тогда будут нервы а никаких а они ж по мирным домам не стреляют они ж таки по военному дело том что почему вот так я говорю у меня муж офицер офицер запасов офицер отставки как кто ты сейчас числитесь и наши дома построены соответственно в определенных местах поэтому ой не хочу даже говорить дальше да я смеюсь да я пытаюсь людей поддержать да я говорю давайте пока есть силы не плодить негативные энергии но мы все люди все люди а особенно вот такие как я вот эта сверхчувствительность ой как тяжело ой как тяжело и вот так пройдешься по лесу и уже легче отвлечешься отдохнешь четвертый километр добываешь полегчало да а были бы еще грибы боже сколько было бы радости ой что-то за грибами в этом году как с дождями слабовато нет дождей нет грибов ну ладно сейчас опять прибежит какое-нибудь звериное сознание и будет писать что я много говорю ну как говорится нет муж нельзя вот ну нельзя муж вот нельзя вот не надо открывайте открывайте свой канал как говорится твоя болтовня так сказать не заходит открывай открыла видео посмотрела закрыла и не плоди себе болезни не трать свои энергии вы что не понимаете что вы тратите свои энергии и мне их пришилаете а бумеранг то существует ну этот бумеранг это же их это же ихние энергии есть и они возвращаются это люди что-то такое фантазируют знаете а я вот когда иду искренне разговариваю и есть зрители которые уже я же вижу постоянные и я считаете обращаюсь к ним и просто к нормальным зрителям которые впервые зашли вот и с ними разговариваю а кому не будет нравиться ну закрыли видео ну это же вас никто не заставляет ой ладно уже мы скоро там на выходе наговорила до свидания мира мира в душе нет таблеточек для чистки грязи на душе я то валерьяночки попью а вот что вы попьете до свидания заходите до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...